Слово «не воробей» в информационном пространстве уж точно не поймаешь. Публикации на различных площадках медиасреды, если сейчас собирают лайки и репосты, то однажды станут оружием против нас самих. Пользователи часто не думают о стилистике и содержании набираемого текста. Дескать, у нас свобода слова. Пишу, что хочу, как хочу и о ком хочу. Возникают лжепубликации, ссылки на которые распространяются со скоростью нажатия клавиши по всему интернету. Эксперты предлагают повлиять на сложную информационную систему законодательно, ввести ответственность за сказанное слово. Полуостров в условиях регулярных обострений информационных конфликтов играет едва не ключевую роль. Весь мир сфокусирован на крымской теме. Это ведь потенциальный повод для провокации России на Западе. Технология проста. Нужен агрессивный ответ на агрессивный запрос. В стране необходима агрессивная информационная политика. Крым, жители республики, ну и Севастополя, естественно, находятся сейчас на передовой вот этой информационной борьбы. Весь букет, набор этих прелестей, в кавычках, на себе ощущают. И здесь и должны появиться первые такие вот закаленные бойцы, которые всей стране, всей России огромный покажут путь, как эти проблемы расшивать. Те мировые информационные агентства, которые готовы с нами сотрудничать, надо начинать с ними работать для того, чтобы они с интересами западного потребителя готовить информацию конкретно о нас, что конкретно здесь происходит. Потому что мы подаем информацию только то, что мы говорим. Они сформированы и заточены совершенно в другом изображении. И совершенно иначе они воспринимают то, что происходит здесь. Информационное самочувствие общества формируют в СМИ. Журналистика за последние годы сильно трансформируется. Обесценивается понятие «журналистская этика». Чего только не делают масс-медиа в погоне за просмотрами и рейтингами. Соцсети, мессенджеры и видеохостинги – потенциальные угрозы нормальному развитию молодого поколения. Виртуализация реальной жизни меняет ценности общества, влияет на детей. Научиться пользоваться и понимать целевое назначение информационных площадок – выход. Здесь ключевую роль играет медиаобразование и формирование медиаграмотности.